Вы знаете, консилер является, наверное, одним из самых важных косметических продуктов, потому что на его хрупкие плечи ложится крайне важная задача. Поэтому это целый квест найти именно правильные консилеры, которые будут действительно работать в тех или иных зонах. Сегодня я хочу рассказать вам о двух консилерах, которые действительно потрясающие просто, и им под силу, наверное, любая задача, которую вы только перед ними поставите. Почему два? Потому что один из них это консилер для зоны под глазами, а второй для каких-то других несовершенств, таких как прыщики, такие как текстурные проблемы, в том числе и шрамы, такие как пигментные пятна и прочее. Если вы следите за моим каналом, то наверняка знаете, что я рекомендовала консилеры от LA Girl. Это очень бюджетные консилеры, и я до сих пор их люблю для зоны под глазами, но вот где-то под конец зимы у меня что-то, я не знаю, что-то произошло, и зона под глазами у меня стала жутко пересыхать, вот просто пустыня Сахара у меня образовалась под глазами, и это влияло не только на макияж, который я делала, макияж тоже выглядел достаточно страшно, но и также влияло просто на мои ощущения внутренние, потому что мне было аж некомфортно от того, насколько у меня пересушенная зона под глазами. Вы это, кстати, тоже заметили, потому что эпогей вообще этой всей истории был, когда я делала макияж. Макияж, кстати, я считаю безумно красивым, но зона под глазами выглядела ужасно, и это из-за того, что я, во-первых, консилер плохой использовала в тот день, и плюс ко всему прочему, я очень плохой пудрой это все закрепила, то есть вот сочетание именно пудры и консилера сработали таким образом, что зона под глазами у меня выглядела лет так на 10-15 старше, чем есть она на самом деле. Поэтому крайне важно подобрать хорошие консилеры, которые будут для вас работать. И если у вас также сохнет вот эта вот зона под глазами, я вам очень рекомендую обратить ваше внимание на консилер от It Cosmetics, который называется Bye Bye Under Eye. Это действительно потрясающий консилер, и он уникальный по отношению ко всем остальным, потому что у него уникальная текстура, он очень плотный, он действительно очень-очень вязкий и плотный, из-за этого он хорошо цепляется к коже и корректирует любые недостатки, включая любые темные круги, какие-то вены, какая-то пигментация, возможно, если у вас есть в зоне под глазами. При этом из-за того, что он такой вот вязкий и кремовый, он отлично питает и увлажняет зону под глазами, поэтому у вас с этим консилером никогда не будет эта зона пересушенной. Сегодня помимо моего обзора вы также увидите эти продукты, о которых я буду рассказывать в действии, то есть в конце будет демо-видео, где я буду наносить этот консилер, где я буду рассказывать тонкости, как его лучше наносить, чтобы он лучше всего работал, поэтому вы сможете составить свое впечатление, не только основываясь на моих словах. И еще потрясающий просто плюс этого продукта, знаете в чем? То, что он расходуется просто микроскопическими дозами, здесь в объеме 8 мл, и я не знаю, вот он скорее у меня просто испортится, чем я допользую его до конца, потому что опять-таки в демонстрации вы увидите, насколько мало этого продукта надо для того, чтобы полностью перекрыть любые проблемы. Давайте теперь перейдем к проблемам на лице. Для зоны лица я люблю консилеры более жидкие, но в то же время они при этом должны быть очень пигментированы, потому что консилер должен перекрыть все то, с чем не справилась ваша тональная основа, поэтому я люблю тональную основу очень тоненьким слоем наносить, после чего консилером добавлять покрытие именно в тех зонах, где мне это действительно нужно. В последнее время я пользуюсь консилером от Urban Decay, который называется Naked Skin, очень мне понравился этот консилер, у него тоже достаточно уникальная текстура, потому что он по своей сущности очень жидкий, то есть он идет в такой вот форме, как блеска для губ, очень жидкая текстура у него, но при этом он моментально схватывается, то есть моментально начинает застывать на коже, и при этом у него невероятное просто покрытие, и опять-таки в демонстрации я это вам покажу, он справляется со всем, основные мои сейчас проблемные зоны, это крылья носа, здесь у меня сосудистая сеточка, такая достаточно явно выраженная, также я могу им перекрывать любые пигментные пятна, любые прыщики, да в принципе все, что я захочу им перекрыть, этот консилер 100% перекроет, но опять-таки как у этого, так и у предыдущего, есть свой особый способ нанесения, опять-таки я его покажу вам в демонстрации. Что касается оттенка, у меня это оттенок Light Warm, то есть светлый, теплый, и с оттенком я конкретно не угадала, потому что он очень желтый, у них есть еще оттенок Light Neutral, вот я думаю, что нейтральный светлый был бы намного лучше, но я уже осталась с вот этим, и он в принципе работает, то есть я его могу растушевать таким образом, чтобы он не бросался в глаза, что же касается оттенка It Cosmetics, то у меня это оттенок Medium, у них есть более светлые оттенки, но они, я не знаю, честно говоря, на кого рассчитаны, скорее всего, либо уже на совсем-совсем Белоснежек, либо, наверное, на Привидении, я больше не знаю, к кому они могут подойти, потому что Medium, это такой стандартный Light, во всех остальных линейках. В плане такого краткого обзора, я думаю, что это все, единственное, что хочу добавить, опять-таки, очень важно, какой пудрой вы потом это все будете закреплять, потому что далеко не каждая пудра работает для того, чтобы закрепить консилер, и чтобы он не выглядел плотным, таким, как будто он скатался какими-то шарами, какими-то пластами, потрескался, то есть это все создает намного худший вид, чем был даже до нанесения консилера. Я в последнее время перепробовала очень много пудры, я думаю, вы видели то фиаско с макияжем на День Святого Валентина, насколько все выглядело плохо, и да, я перепробовала очень много вариантов, но самый лучший вариант в зоне под глазами, именно, это пудра от Кайм Косметикс, именно сатиновая серия. У них достаточно много закрепляющих пудр, но вот в зоне под глазами ничего не работает лучше, чем вот эта пудра, полное ее название, пудра финишная сатиновая, и оттенок у меня N1. Эта пудра очень легкой вуалью ложится, немножко матирует эту зону, но из-за того, что у нее сатиновый финиш, аниматовый, все равно создается очень естественное такое ощущение, и в то же время вот этот сатин, он имеет легкий, совсем легкий, светоотражающий такой вот эффект, и создается впечатление, как будто у вас такой вот мягкий фокус под глазами. Вот я в последнее время пользуюсь вот сочетанием вот этих вот всех продуктов, и мне кажется, что зона под глазами у меня очень хорошо выглядит, особенно это важно, потому что вот с этой формой очков у меня основная зона, вот здесь вот даже не глаза, потому что глаза у меня частично даже закрываются формой этих очков, а вот зона под глазами, под линзами выглядит вообще, знаете, вот как вот обрати на меня внимание, и если там все плохо, то это, конечно, сразу бросается в глаза, поэтому для меня было крайне важным найти хорошие продукты, которые в этой зоне будут работать. И давайте я, наверное, буду уже заканчивать с обзором, вам наверняка не терпится посмотреть все, о чем я говорила в действии, реально ли это так, или может быть я это придумала, ну, у вас будет возможность составить свое собственное мнение, поэтому давайте перейдем к демонстрации. Первое, что нам нужно сделать еще даже перед тем, как мы будем наносить консилер, это проанализировать нашу зону под глазами. Я буду показывать, естественно, на своем примере, а вы уже анализируете по своим требованиям. Итак, я считаю, что темные круги под глазами у меня достаточно сильно выражены. Сейчас на меня светит очень яркий свет, который выбеливает немножко эту проблему, но на самом деле в повседневной жизни меня очень сильно беспокоит вот эта темная зона, и также вот здесь вот есть вена у меня, которая всегда у меня была, я всегда ее стараюсь корректировать какими-то корректорами, какими-то консилерами, и также самое главное, чего я не хочу, это чтобы консилер забивался в морщинки, которые у меня есть вот здесь вот. Опять-таки, если внимательно посмотреть, то основная темная зона у меня находится здесь, как раз-таки вокруг орбитальной кости, следовательно, мне не обязательно поднимать консилер аж вот до века, чтобы он там забивался в морщинки. Сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Консилера я наношу совсем-совсем чуть-чуть, потому что, как я уже и сказала, консилер этот очень плотный, поэтому такого количества вполне достаточно. Лучше всего растушевывать какими-то синтетическими кистями, у меня это P86 от Sigma, и я начинаю топтаться, и, грубо говоря, по орбитальной кости, и сюда в морщинки я не поднимаюсь. Теперь у меня осталась вот эта достаточно четкая линия, и я просто беру и растушевываю ее для того, чтобы она более незаметна была. Но основной продукт у меня находится ниже, там, где именно у меня была проблема. Почему говорю была? Потому что уже сейчас намного лучше выглядит моя зона под глазами. Остатками на кисти я люблю проходиться вот в этой зоне, потому что тут тоже немножко есть темноты, которая формируется из-за моего строения века. И, по сути, в принципе, в плане нанесения это все. Этот консилер действительно творит чудеса, потому что он из-за того, что вот такой вот плотный, очень хорошо перекрывает проблему, в то же время он хорошо питает зону, под глазами, то есть эта зона никогда не выглядит пересушенной. Держится он тоже отлично, но я все же рекомендую его закрепить пудрой. В первую очередь из-за того, что корректор этот имеет все-таки достаточно жирную текстуру, поэтому если вы будете делать макияж нижнего века, он, возможно, будет соприкасаться на протяжении дня с вот этой жирной текстурой, и таким образом будет разрушаться просто быстрее, поэтому я рекомендую, если вы делаете макияж глаз, то закрепляйте эту зону пудры. Если вы не делаете макияж глаз, то в принципе это даже необязательный шаг. Что касается пудры, то здесь тоже есть свои особенности, потому что далеко не каждая пудра подходит для зоны под глазами. Очень многие пудры, и я это проверила на своем опыте, уже годами проверено, скажем так, что очень многие пудры могут усугубить ситуацию, то есть могут еще сильнее пересушить зону под глазами, что это будет выглядеть просто ужасно, или как минимум, если не пересушить, так просто лечь очень плотным слоем, поэтому крайне важно, какую пудру вы используете под глаза. Я нашла сейчас очень классную пудру, которая замечательно просто подходит именно для закрепления этого консилера. Это финишная сатиновая именно пудра от КМ Косметикс и оттенок N1. Самое главное правило с пудрой под глазами это не переборщить, то есть вам нужна легчайшая вуаль. Вот так вот будет выглядеть кисть, если вы один раз слегка ее макнете в пудру. Вот такого вот количества вам вполне будет достаточно. Наношу эту пудру под глаза, и главное, чем она мне понравилась, это тем, что она сатиновая, то есть она создает даже такой вот легкий эффект фотошопа, мало того, что она закрепляет отлично консилер, и он держится вот как прибитый на протяжении всего дня, так она еще и делает такой легкий расфокус, то есть мягкий фокус на вот этой вот зоне. Даже если банально сейчас сравнить нижнее и верхнее века, где у меня вообще ничего нет в плане косметики, то здесь кожа выглядит такой вот бархатной, однородной, когда здесь видно и сосуды, и какую-то пигментацию. И вот, собственно, то, о чем я и говорила, сейчас вы можете сравнить до и после. Мне кажется, разница огромная, я не знаю, как точно будет это выглядеть на камере, но в жизни, поверьте, разница просто огромная. Дальше переходим к коррекции недостатков на лице. Я вам буду демонстрировать это на сосудистой сеточке, которая у меня вот здесь на крыльях носа. Я всегда перекрываю эту зону консилером, но эта техника подходит для любых зон, для прыщиков, для шрамов, для пигментных пятен, для чего угодно, в принципе. И наношу на эту зону достаточно жирным слоем, после чего я не сразу начинаю его растушевывать, а даю ему буквально полминуты для того, чтобы немножко подсохнуть. Таким образом, покрытие консилера становится намного лучше. Если вы обратили внимание, консилер не совсем подходит мне по тону, потому что это теплый, светлый оттенок, мне бы скорее подошел, наверное, нейтральный оттенок, но тем не менее, вы сейчас увидите, что он все равно работает, то есть я могу его слить с оттенком своей кожи. Прошло немного времени, после чего я беру спонж, и вот видите, я после того, как начинаю его растушевывать, он не сразу сливается полностью с моей кожей, то есть из-за того, что он чуть-чуть подсох, теперь мне проще управлять его пигментацией, то есть она так сразу не исчезает с лица. По большому счету с нанесением все, теперь я снова беру закрепляющую пудру и закрепляю снова консилер. И опять-таки можете сейчас оценить результат до и после. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вам есть что добавить, конечно же, обязательно пишите это в комментариях. Если у вас есть какой-то другой обожаемый, любимый консилер, который вы, без которого вы просто не представляете свою жизнь, тоже обязательно напишите, потому что мне будет очень интересно о нем узнать. А на этом, наверное, у меня все. Поставьте мне лайк, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы в будущем не пропускать мои видео. Если вы уже подписаны, нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы YouTube вас оповещала о выходе моих видео. А если вы на колокольчик не нажмете, YouTube может просто даже мое новое видео у вас в подписках не показывать. Он показывает только для тех, кто нажимает колокольчик. Поэтому я очень надеюсь, что вы это сделаете, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»!